Смотрите, что из утюга уходит. Просто невозможно! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Двойная Порция. Сегодня у нас уже 13-й обзор бытовой химии для дома. Сегодня мы с вами очистим и протестируем два средства для очистки утюгов. Погнали! И первое средство, которое мы с вами протестируем, это вот такой вот карандаш для очистки утюгов. На нем написано, что нужно утюг изначально нагреть до 140 градусов и попробовать нанести. Сейчас мы этим и займемся. Средство, кстати говоря, стоит всего 26 рублей. И давайте попробуем, как оно очищает. Написано, что нужно просто нанести на утюг и стереть мягкой тканью. Посмотрите, после первого применения, насколько все очистилось. Просто, практически, как новый утюг. Давайте попробуем нанести это средство еще раз. Смотрите, какая грязь течет с утюга. Просто обалдеть. Смотрите. Давайте теперь попробуем пробить все паром. Смотрите. Давайте нанесем средство уже в третий раз. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Посмотрите. Посмотрите, сколько грязи. Я даже не ожидал, что в утюге может быть столько. Вы уже видели. Здесь какие-то невероятные загрязнения. Сейчас мы попробуем очистить кофемашинок и кофеварок для этого утюга. Мы уже приспособились. Берем вот такие шприцы. И начинаем вливать вовнутрь нашего утюга. Ребята, мы израсходовали уже весь просто карандаш. Ну и смотрите, что из утюга уходит. Просто невозможно. Я не знаю. Попробуйте свои утюги почистить таким карандашом. Вы реально удивитесь. Смотрите. Смотрите, сколько грязи с него уходит. Я даже не знаю, как мы все это очищать будем. Смотрите. Ужас. Ужас такой. Ну и вот, дорогие друзья, пробки вышибло. Дым завалил всю квартиру. Практически сработала пожарная сигнализация. Но утюг мы с вами очистили. Это было нелегко. Мы даже были сами в шоке. Это то, что в утюге возможен такой нагар внутри. Это просто какой-то взрыв башки. Взрыв башки – это мало сказать. Мы использовали весь карандаш. Использовали 250 миллилитров хорошей химии для прочистки кофе машины от нагара. И отмыли его. Посмотрите. Посмотрите, что у нас получилось. Внутри даже все уже блестит. Посмотрите. Посмотрите внутри. Мы его очистили почти до магазинного состояния. Конечно, он не новый. До идеала мы его очистить не смогли. Но тем не менее, мы полностью оттерли весь нагар внутри. Всю пыль. Все вышибло и промылось. Вот такая вот ядовитая химия. Второй утюг мы с вами попробуем очистить пастой мистик. Вот такая вот зелененькая паста. Как написано в упаковке, нужно просто взять вот так немного пасты и нанести ее на очищаемую поверхность. И немножко потереть. Все. Протираем до полного высыхания. Посмотрите. Вот при вас. Без монтажа, как говорится. Все. А теперь вот так вот. Влажной тряпочкой протираем. Все. Чисто. Никакой грязи. Внутри все тоже чисто. Сейчас мы попробуем его подключить. Смотрите. Вот в этом утюге чище гораздо все. Никакого нагара и так далее не выходит. Не знаю, то ли это так работает карандаш, то ли просто утюг чище нам надо. Ну и вот, спустя небольшое количество времени, наш утюг полностью прочистился. Внутри канала мы тоже промыли. Канала мы промыли также и антинакипином. Так что внутри уже не осталось практически ничего. Смотрите, подошва полностью идеально чистая. Утюг тоже полностью чистенький. Никакой грязи, никакой пыли в нем нет. Ну и подведем итоги, дорогие друзья. Смотрите, вот с этого утюга вышло просто катастрофическое количество грязи. Посмотрите, посмотрите вот это вот все. Я думаю, в связи с тем, что в нем накопилось много нагара и пыли, этот карандашик нам все растворил и выдал наружу. Проверьте свои утюги, возможно у вас такие же. Так что хочу сказать следующее. Если утюг у вас очень старый и грязный, используйте пару вот таких карандашей за 26 рублей и будет вам счастье. Также вовнутрь утюга наливайте какую-нибудь жидкость для нагара, для кофемашин, либо утюгов, либо чайников. А если у вас новенький хороший утюг, то можно использовать вполне себе хорошую мистик-пасту. Легко и быстро все очищает. И все довольны. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Пока!